Я рад приветствовать подавшейся тьме на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Оверлорд 2. Ну что, дорогие друзья, какие злые дела нас сегодня ждут? Предлагаю сходить в кузню, чтобы улучшить свое оружие, или улучшить своих приквастнями. Сказали, что там можно улучшать приквастни, как раз туда надо топать. И, если честно сказать, до записи я уже туда заглянул. Мне сказали, что красных мы нашли, и тем самым мы разожгли нашу кузню. Вот, и Гимлет очень рад. Это самое главное, что Гимлет рад. А радостный Гимлет, она может такого наделать. Короче говоря, может здесь ковать оружие. Кто не знал, я покажу. Где броню ковать, правда, я что-то до сих пор не понял. Но тут всего две точки указывают. Указывают вот эту точку, указывают точку, где можно будет улучшать наших приквастней. Но вполне возможно, что в будущем у нас появится какой-то выбор. Типа, мол, ковать, не перековать. Нам можно паковать меч. Пускай арсенал всегда будет полон, повелитель. Кто знает, какие враги вам попадутся. Или булаву. Ну, я не вижу смысла ковать первого... До встречи, повелитель! До встречи, до встречи. Я не вижу смысла качать первое оружие, потому что у нас топор не хуже, чем оно. Ну, и как бы менять шило на мыло я вообще смысла не вижу. И здесь вот как раз можно будет прокачать нам, дорогие друзья, наших приквастней. А вот это уже поинтереснее, вы знаете. И у нас, походу, есть необходимый материал для прокачки приквастней. Какой-то черный кристалл, который... Про который, кстати, вы мне и говорили, что мы должны его найти. Он валяется в разных сосудах. Кстати, за тем сосудом, про который вы написали. Спасибо вам, кстати, за это. И, кстати, кстати, потому что я пытаюсь все вставить в это предложение. Так вот, огромное вам спасибо за то, что мне подсказали насчет другого сосуда, который я просто пропустил. Бежал, видимо, заигрался, не увидел. Я вернулся, сходил там, его сломал. Я не знаю, что мне из него выпало. Я не понял, он не шиша, то ли вообще ничего, то ли что-то выпало. Но я не понял, как бы, ну, ничего не всплывало, не было понятно. Но суть даже не в этом. Суть в том, что мы можем прокачать как минимум одну из башен. Либо красных, либо бурых. Конечно же, я буду качать бурых, в первую очередь. Они у меня самые главные боевые единицы. Теперь ваши бурые прихвостни стали сильнее, хозяин. У меня нет второго, естественно, нет тысячи душ, да, вот этих вот, чтобы я мог прокачать бурых или, например, прокачать красных. Так-то вот эти штуки-то у меня есть. Смотрите, бурых-то тоже надо всего лишь одну единицу. Это классно. Даже для второго уровня надо всего лишь одну единицу вот этого особенного материала. А уж эти вот души набиваются легко везде. Сначала повелитель должен дать Гимлету сокровища. Согласен, Гимлет уже получил сокровище. Мы еще к нему вернемся. Ну, теперь полетели по заданиям. Что там у нас по заданиям интересным творится? Наверняка какой-нибудь прикольный сюжет-реквест. Можем, конечно, сходить к красным. Это что, куда вообще я иду? Здесь я не умру хоть? По лаве плевать, хожу куда хочу. О, смотрите, есть что-то за куток. Фигасе. А, здесь я мог зайти, здесь мог я выйти, да? Шикарно. О, опять, кстати, ваза. Мне говорили, что надо ходить. Ну, видите, вот непонятно, что из нее выпало. Ну, что-то выпало, что-то мы подобрали. Было видно, что что-то подобрали. Что надо полазить было полностью по всему нашему замку. И мы найдем кучу ништяков. Насколько я долго буду лазить по замку, я не уверен, что это будет очень долго. Так, это какие-то покои. Да, мы на верхний этаж какой-то передвигаемся. Мы тут были? Мы, по-моему, тут не были. Столько всего... А, не-не-не, были. Это наш покой. Тут здесь мы можем наших рабынь, хранителей, женщин. И сокровища. И вообще много всего самого ништякового. Пойдемте вниз. Ладно. Ладно, мы не будем заморачиваться, да, наверное? Искать все эти побрякушечки. Мы и без них хорошо справляемся. Я думаю, эту игру можно пройти и без них. По ощущениям? По ощущениям. Но это грубо. Может только начало? Естественно, даже не может быть. Естественно, только начало. Ну-ка, забабахайте мне мрачняк. По ощущениям, игра попроще, чем первая часть. Может, потому что ее доработали, продумали систему более грамотную, да, боевки и так далее, тому подобное. Вот-вот. Это про меня уже, басни, слагать. Потому что даже наших бьют, как-то они не умирают. Я ходил с 20-ю. С 20-ю своими прихвостнями я ходил бурами, так и дошел до конца с ними же. Никого не потеряв. То есть у меня все в порядке. А в первой части такого не было. Там умирали только в путь. Ну да ладно. Давайте смотреть, что нам надо. Области планы. Наши планы завоевать Нордберг. Области. Нордбергское убежище. Город Нордберг. Так. И дальше что? Это и планы, и области. Настолько области и планы. Ну, по планам у нас все нормально. Давайте поправимся по планам. В Нордберг будем наказывать. У нас есть красный. Теперь мы можем пробиться через ворота там. Пожгем сейчас народ. Пускай знают, что повелитель идет. А то, видите, ли все там грустят. Вот им же по-любому скучно без повелителя. С повелителем всегда весело. Блин, ну, конечно, игрушку просто я не знаю. Значит, крестьяне говорят правду. Ведьмачок вернулся. Не думай, что я тебе это позволю. Домой ведьмачок тебе в рот не влезет. Развлекутся, потроша тебя и твое крысиное воинство. Быть может, это и забытое богом захолустье. Но это мое забытое богом захолустье. Мое, слышишь? Мое! Страшно. Так, строимся, ребята! Строимся! Спину выпрямить, грудь колесом! Разумом этих людей управлять так же легко, как прихвостяне. Ключ к ним, их командир. Нужно избавиться от него. Напоминает реально обилик парня, сказали, напоминает обиликса и астерикса. В том плане, что там тоже был такой у них... Я не понимаю. Армии... Армией там управлял тоже. У них был капитан один, который, ну, такой же вот. Он тоже был пузатый и тоже никчемный. У него никогда ничего не получалось. Так, а где мои, мои вообще, мои отряды? Где с кем я тоже... А, вот же, вот же, вот же. Вот же я ж могу призвать прямо сейчас. Так, давайте призываем. Толпу, наверное, сколько там? 15 мне, наверное, хватит. Почему-то только 14 из 15. Один уже где-то успел застрять, что ли. Ну и доберем до 20 наших ребяточек. Так, что нам надо? Нам надо потушить огонь. Вперёд! Там войско! Этого, близко, не подходи, еще бы. Бурые! Не, не все. Ломай! Осторожнее, поверите. Очень тяжело сеять страх и хаос, когда у вас из живота торчит длинная острая палка. А что это нам должно мне торчать? Давайте пойдём мочить этого козла. Смотрите, а его нельзя подчинить, да? Нет, его нельзя подчинить. Ребятки. Дубасим козлячего тогда. А он так-то плотный. Смотрите, у него хп как будто не убывает. Только до определенного момента опустилась. А нет, смотрите, бывает. Какой-то он забагованный, что ли. А чего он не сопротивляется? Ты чего не сопротивляешься, парень? Или ты так и будешь драться со мной? Вот таким вот способом. Получая урон просто. Стоять и получить урон. А может, таким образом его... Мои прикоснивать. Посмотрите на них. По сравнению с ними, даже безголовый цыплёнок выглядит дисциплинированным. Теперь с ними будет просто справиться. У него шлем, да? Да-да-да-да-да-да, шлем-шлем. Ха-ха-ха. Классный прямого шлем есть. Так, а теперь, что с ними сделать можно будет? Они будут атаковать, нас нет? Какой ближнего я могу выбрать? Могу его за хомутать? Да нет, не могу, ну-ка Коси-козелоп! Прям как Этот, как он? Властелин колец, когда там Появился-то властелин темный Посреди драки И всех раскидал На, козлячий Собирай, ребятки, добро! Так, давайте, давайте палатку Палатку сносим, а снесли уже, ребятки, молодцы Быстро соображаете Красные Красные, вперед Кушать огонь Поглощайте, дети мои Вы выбрали всех Ха-ха-ха-ха Блин, как и шикарно, все-таки голос Один только голос Уже навевает, кошмар Так Мочи! 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 Так, здесь какой-то ништяк Вы посмотрите Мне такое чувство, что я не туда иду, но мне это А, это, наверное, новая магия, да? По-любому новая магия Смотрите, какая шикарная новая магия у нас будет О, магия! Сила небес! Катапульта, что ли, не показалось А у них, что ли, там, катапульта? У них там, то ли катапульта, то ли, баллиста О, мечтый камень Поможет вам создавать новые предметы вкуснее А-а-а! Гимлет будет счастье! Гимлет вообще счастлив в последнее время Очень часто Потому что повелитель вернулся И вернул огонь Его обетованную Ты тоже командир, что ли? А чё? А я думал, он такой один Это бессмертный но козлина тупил моего вот вам пожалуйста не убивать но красного завалил бомбардасом какой жирный жирный как поезд пассажирный кипец римская броня не такая уж прочная чего врете то таким топором если ударить топором северянина пробивается на 1 они штуниках там ходили тоже свой полный тряпки дичь железа по ноге удали все давай еще разок вот так вот шапку заберите главное красный мочи козлов натуре они как эти сразу какой-то хаотично настроенный организм начинают бегать просто беспределить ко мне дети мои собирать и добро и отдавать ему не ну и мочить еще судина сальтуху выдает бегает выдает сальтухи шикарный чувачок так давайте посмотрим может здесь я чу не все красные пошли а их всего 4 буре как его шапку те так давайте подумаем смотрите у них и здесь немало они нас могут нам могут и отоварить немножечко надо подождать блин они в 1 кидают это будет тысячу лет они так-то слабо технически не могут нормально на дамажик им всегда было сложно какая же вот вы грёбаная армия если вы не можете справиться с одним чуваком и маленькими какими-то зелененькими типами ну они так видят да как маленькая будто я один чувак закованный в броню и горите в аду до горит так а мы там что получается обходную какую-то доделаем ну да смотрите какой-то проход походу сторону деревни мы прям да 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 вон там деревне далеке по обходу по обходу напрямую идти а нам про это и про это нам мы сказали типа не очень было бы хорошо нападать если у вас в пузе коля торчат это потому что там стоит баллиста она настреливательными деревянными колями так давайте нападем нападем пока не разбежались нападаем ко мне а дети мои ко мне да не не все же не все вы чё буря красные не красные что стоят все шансных тут буря как ты смел вообще ударить моего да его сгнаю за это сгнаю давай команд команд нападай тихо 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 ко мне да ко мне я тебе говорю я моё беги сюда красные тут и боль стрелять в этих козлов чувствую просто нам тонна к шареют вот это 2 и мы хотя бы немножко надо армии то снести жгерих пацаны вот этому то дайте по жопе чё вы а все надоел а не вон какие все пацаны драка пошла нет времени ждать это маги у меня отстойная вообще плен они убивают мои бежим убили 1 что-то короче когда не в панике их легко убиваешь и когда ним в цвет в клине да получается они о смерти вообще никого не убил пока не в клине были конечно мучить они вон и расталкивают моих и все отталкивают их они пускают так ко мне ко мне можем обойти в принципе этого типа да давай давай ка ширя его ка ширя пацанчики жги жги бей убивай насилуй все часто вы должны быть предельно бегать насколько я знаю и быть не ни о чем ну да так и есть мочи их пацаны бей дай по паху ему не про шапку я конечно же ты там что там один короче отбил самой там просто тупо мародерствует палатку расхищает собирайте добро кстати на снегу плохо видно энергию у меня но у меня все равно и собирайте ребят мне нужно что там под елкой такой лежит мистике так но вроде как мы потеряли немножко народ конечно ну да ничего страшно у армия наступает прячемся в лесу нет они стали мощным клином так нам надо обойти а вот кто это хрустнул обойдем хитро и убьем их босса у меня пацаны бежим отходим сейчас и забьют же и забьют в соплину бежим вы выбрали все мы выбрали всех 1 убили тихо я передумал обратно он секер и можно было вообще не убивать нужно было обойти то мост походу да здесь будет со временем когда-то обещали в этом году построить налоги уже взяли строительство еще даже не началось ломай палатку прикольно ремни не бегут они когда в огне они вообще прикольные пути не конкретно за мной охотятся оху тварь и за угла их там и пью 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 получится нет ну-ка ко мне ко мне ко мне бежим 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 я тебе говорю его просто из мордовали но это не честно же болен твари так надо подождать пока не отойдут ко мне ну кто-то кролика затоптали случайно еще через одного забьем да давайте уже отходите блин все-все-все мы их обхитрили тупорылые солдаты ременские мочи этого журобаса до журобаса мочить я говорю они же наступают не быстрее бей блин давай ну пипец ну какой там нахрен еле-еле два удара сделали практически еще хп ему не снесли ко мне идем какие не все-таки душный эти легионерские солдаты а нахрен с вами пойдем туда внутрь я не хочу с ним драться какой-то отстой вообще жирный никчемный вы обошли баллисту чем еще и уничтожим чё ты там козлина чё там кого-то стреляет там никого же нет я что тут ты не понял это сразу а теперь я могу пострелять да с радостью ну-ка это какого фига потанами инвертированная блин какой отстой то инвертированную придумал это чё за да дух то это нет ни мозг не соображает что инвертированную надо ставить за вот кто этот индеец что за разработчик криворукий давай сюда вот сюда прям а этих нельзя смотрите так нажмите правую кнопку мыши чтобы использовать а увеличение все равно инверсия не пропадает пипец какая чувствительность дебильная да в настройках ничего нет давай еще я палатку могу завалить нет а нафига в них вообще убивать если не постоянно в да блин это вообще чё они же постоянно прибывают бесконечные патроны как я мечтал все время всю жизнь свою так а мы куда можем вообще развернуться можем в город пострелять вот интересненько чему тут забыли мать и так будем везде финят настреливать а я все-таки могу пробить давай стреляй чё разбежались чё я вам покажу пусть и ну мать давай всех на один пол все у них паника а вот тех не пробить смотрите-ка короче ладно все хватит давай вылазим из этой штуки мне надоело она меня бесит а потому что инверсия это такая тупость тихая ко мне я мочить его этого прихвозь не туда прихлебатель оточни собираем добро для хозяина просто диндор по спиняки и все и нет никому заберем его жалование за три года он собой носил три года жалования копел братью не ломай палатку да кто там стоит постоянно я не знаю ну-ка иди сюда так а нам сюда зачем нам же чисто в город это что такое там по-любому тут гномы наверно обитают да сломай конечно гномы там нет не тысячу надо если почти сотку собрал вроде 95 там у меня было смотрите здесь тоже обходная какая-то да была и туда что-то ведет не но нам я знаю что нам в город ребят я знаю что нам в город я просто я люблю полазить везде а вдруг а вдруг а вдруг а вдруг всяко может быть но теперь можно пойти ада пособирайте камеру на добро добра там кучу валяется ну-ка давайте деньги нам нужны для прокачки без денег вообще как вот ищут как раз на чуваков второго уровня уже красненький накопили то выйдет из этих паней ну чтобы веселимся еще раз в этой убогой катапульте точнее всего не катапульта это на болезнь господин готов еще раз испытать больно уничтожить всех тихо пониже правильно поверите пора бросать все и возвращаться к завоеванию норберга конечно все бросим подожди постреляем еще немножко так весело стреляй прям в лоб колом вот этим зафигачить все выходим все ко мне идем добивать остатки колотим шампулами в ухо как ты смел вообще руку поднять а римский легионер мальчик что паника да думаешь зря на работу пошел учил каменщиком был наверное да думал то что солдатам стал пищи сжалование большое паек трехразовый а вот нет порожи топором какие следы киете наверное раз следы большие раз еще не замело какому-нибудь едьте наверное так а давайте пособираем еще не синергии вот устать и тоже куда проход есть столько всего куда можно сходить а это срез я понял мы сюда наоборот скатимся там сверху как-то будем обходить потом скатимся сейчас к норберту к норберту к норбергу этому или как он там называется вернемся только начали сходим сюда мне тоже интересует куда ведут эти следы нашими тут эти следы так а там получается мы здесь не как мост мы можем как-то этот камень сломать чтобы он упал ему потом бегали хотя нам уже это ни к чему нет что тут внутри внутри вроде ничего так еще и стремление чуть-чуть если изучить раскопки нам говорят так это потом с той стороны можно будет но давайте 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 пойдем захватим вначале понятное дело что много интересного посмотрите там раскопки изучить на раскопках наверняка что-то чудное из вортул фаркрафта еще помню раскопки давали кучу всего интересного ну не только из вортул фаркрафта вообще раскопки всегда дают что-то очень интересное можно рассказать раскатать раскатать и раскопать старую окаменевшую какашку динозавра это будет очень полезно мы сможем потом продать ее в музей так ну что у нас здесь здесь у нас вроде как бы ничего как туда добраться как добраться до того камня ну-ка как бы никак как мы доберемся нам только а может ворота надо сломать баллистой давайте попробуем баллистой сломать ворота хотя подожди вначале давайте просто попробуем войти постучаться будем вежливыми людьми по смене там урны а это не урны это солдаты это вы дебильные солдаты ищите солдаты дебильные вы представляете капец ладно давайте ворота постучимся здрасте откройте пожалуйста мы пришли нет ну ладно она понял короче теперь тогда с баллистой будем гасить конечно убивать но сюда ради этого и пришли разворачивай калитку так тихо да блин а вот солнца дикая причем кстати в игре то нормальная а вот именно здесь на баллисте я понял просто не прокаченные мои еще пока приквозь не вы прокаченные до стреляй ты ее моё няня няня нет нет что ты короче план походу мой не удался не ребят вам походу не такой плохой план так а где там эти козлы эх ладно короче не будем воевать тогда чё тут чё нам тогда делать нам надо попасть с вами в нордберг гг так нордберг гг изучить раскопки а это следующий наш способ попасть в нордберг гг в город мы пока еще типа не нашли способ но пойдем тогда раскопки разломывать что раскафа раскапывать раскопки как бы это не звучало странно как масло масляное то потому что я другого входа вообще не вижу но может это через дно тут можно как-то пройти нет у нас даже не пускает подкоп под стены замка под ним и создать не сможем так что давайте по брелее на раскопки там можно будет покопать а туда вот сходить нам вроде как бы никуда и не дают да или дают вот тут тут был скат да тот мы тот скат ну да все понял понял сходить там нам некуда на эти думаешь мало ли вы где-то не доглядел углядел проглядел не не заглядел думал надо посмотреть повнимательнее так что у нас здесь это можно сломать обрушив тем самым горно нет на голову врагов эти бочки со взрывчаткой вместе могут устроить отличный фейерверк не осталось то один тут давай часовой красный так ладно давайте атакую брат у меня единственный кто может стрелять один какой-то еще красный был но где-то походу простыл что-ли бах буре все так спасать и посмотрим тут нас а вот он красный он застрял но вернулся здесь мы пройти не можем возможно катапульта как-то поможет нам да какая-нибудь денем в той стороне мы сможем запульнуть тут это понял что с техникой мы будем частенько взаимодействовать всякие катапульты болезни волк смотрящий на тебя как на кусок ветчины может обратить бедство самого смелого мой понял пускай бурый оседлая волков мочи козлов а что такое почему мы этого козла я живу так волки вперед бурый на волков на волков гони на рот волки это все волки а вот еще есть волки и до дружище так мы сюда можем зайти не можем волков больше нет нет зато классно смотрим языка аху козлячие а как мы будем но вперед атака а да смотри тут был просто разрывать разрывать и с устраиваем полную ну-ка козлячьи рожи разошлись волки грызите артерию перепусти напейся крови мой маленький волк что такое капитаны не хотел ты наверно завоевать ты на то что не хотел время это было по прикольнее потеплее добивай остатки добивай доедай пулями нравится 10 весело но нам по ходу куда-то сюда так вот-вот волки я понял здесь остаются да все а это переход новую локацию я понял уже все исчезло ребятки то запрыгивайте запрыгивайте там есть куда где можно повеселиться а почему ну давай теперь чё ну сюда ребята ну что за фигня вообще почему волки не хотят за мной вместе идти я короче профукал волков волков точнее все блин этот стой какой-то прям получился нет и сметит один на волке едет один все-таки не профукал я просто чё хотел сделать по тип волков щас взять я же не зашу сюда идти нельзя вы выбрали все я думал что волков возьмем пойдем туда потому что там тоже такие же отряды стоят но можно было бы их разбить волками просто но она придется идти в город дайте пройти вообще игра заходился вообще игра за вода отстой я думал реально что мы пойдем сейчас просто на волках и разгоним там целую толпу а нам не дают справедливо ли это нет отлично это мы куда могу а этому сократили путь ребята вы помните до этот момент а с него мы начинали конечно ломать ломать там деньги здесь мы еще за эти гонялись вон там где-то под повыше а теперь у нас здесь проход в деревню причем очень даже шикарный ну что я надеюсь вам понравилась эта серия дорогие друзья давайте приостановимся а в следующей серии уже посмотрим как мы будем брать уже этот город я думаю каким-то образом надо бы туда проникнуть и попытаться забрать его себе если вам понравилось это видео то не забывайте ставить лайки комментировать это видео делиться им с друзьями также добавляйте плейлисты дорогие мои ступайте группу вконтакте в конце-то концов а с вами был станислав я всех обнимаю целую увидимся в новых приключениях всем пока